Мы считаем, и это обсуждалось и с членами городского совета, и с активами, и с представителями СТОС. Так, по мнению властей Нижнекамска, в городском ЖКХ должны остаться две управляющие компании. Жилье и ПЖКХ-17. Им предлагают поделить между собой все дома города, а их более 700. Остальные 13 управляющих компаний должны стать их подрядчиками. Данная система взаимодействия или схема предоставления жилья и услуг позволит улучшить качество и будет самым объективным. Что из этого может получиться, нижнекамцы пока гадают. Только время покажет, то есть надо увидеть, как они работают, и от этого уже сложится мнение, справятся они или нет. Ну мы, наверное, привыкли уж к своим. Нам одинаково, лишь бы меньше платить. Станет ли лучше ЖКХ Нижнекамска, когда в городе останутся только две компании? Мнения коммунальщиков и экспертов разделились. Я за то, что были крупные управляющие компании, так как у крупных управляющих компаний есть и материально-технические базы, финансовые оборотные средства для того, чтобы, если что-то случится, экстренно это все устранить. Это по существу уменьшение возможности что-либо проверить. То есть исчезает прозрачность. Ну согласитесь, полгорода, да? Куда, что пошло. Коммунальный правозащитник Казани Геннадий Сомов считает, можно обойтись вообще без управляющих компаний. Я категорически против управляющих компаний. Будут прямые договора собственников с ресурсными организациями и договора с обслуживающими организациями или подрядными организациями, которые занимаются ближайшими услугами. По некоторым сведениям, эта реформа в Нижнекамске – ответ на приход в город московской фирмы, которая взяла под свою контроль большинство управляющих компаний, как раз тех, кому по нововведениям быть подрядчиками. В московской фирме нам подтвердили – долю в компаниях Нижнекамска они действительно выкупили, и им интересно управлять жильем в городе. Безусловно, мы смотрим на это как на бизнес. Но это не значит, что мы не будем оказывать услуги. Это наоборот говорит о том, что мы должны оказывать более качественные услуги, чтобы люди хотели у нас заказывать дополнительные сервисы. Опрошенные на миг эксперты к московским ЖКХ-бизнесменам относятся с настороженностью. Определенная московская организация, которая зашла со своим бизнесом по обслуживанию населения во многие регионы Российской Федерации, но отзывы именно жителей этих районов, вот если почитать отзывы, это просто отрицательные последствия именно обслуживания этого пиккомфорта. Это не очень удобно республике Татарстан. Цель данной компании заключается в том, чтобы покупать управляющие компании и также продолжать осуществлять данный бизнес. Ну, то есть уже с позицией московской. Мы сами разберемся, от этих москвичей пока только один геморрой. Что касается вопросов, как будет это лучше работать или хуже, продающую компанию должны оптимизировать не администрации, а люди должны понимать, кого они хотят, а кого не хотят. Новую коммунальную схему, чтобы она заработала, должны рассмотреть на собрании их собственников жилья. То есть, в конечном счете, будущее управляющих компаний и городского хозяйства зависит от самих нижниканцев. Дмитрий Аринин, Рамзель Гарипов, Светлана Шумков, Ахри Исламов, ТНВ, Нижникамск, Казань.